Всем привет, друзья, с вами Кирилл, и у нас сегодня продолжение обзора на ультрафиолетовую лампу Сун 9С. Продолжение, потому что до этого мы с вами проверяли, как она работает, а сегодня мы с вами проверим ее техническую составляющую. Коробку я еще не выкинул, чтобы показать вам характеристики. Здесь у нас используются светодиоды от 365 до 405 нанометров, это длина волны. Светодиодов в количестве 15 штук и гарантируют срок их службы до 50 тысяч часов. Чтобы вы понимали, этой лампой не нужно пользоваться долго, чтобы высушить в один слой наши ногти, понадобится не более 30 секунд. Здесь, конечно, есть 60, 60 мы не использовали ни разу. Поэтому, чтобы эти светодиоды проработали более 50 тысяч часов, нам понадобится года, а то может быть и века. С другой стороны, также характеристики на китайском и на английском языке. Мощность указана 24 ватта. Питание от сети от 100 до 240 вольт, 50-60 герц. При этом, ток потребления от сети 0,5 ампер. Так как мы проверяем техническую часть, то начнем с вами с блока питания. Блок питания здесь используется 12 вольт, 1,5 ампера. Блок питания лампы сейчас подключен через измеритель мощности и потом, чуть позже, я проверю, когда мы подключим нашу лампу, какая настоящая мощность потребления. Напряжение на выходе блока питания составляет 13,41, что немного завышено. Сейчас наша лампа включена на 30 секунд и мощность ту, которая потребляет наш блок питания из розетки, составляет 22,5 ватта. Что, в принципе, около нормы и схоже с теми характеристиками, что предлагает нам производитель. Чтобы обзор был более детальный, я предлагаю еще раз крутить нашу ультрафиолетовую лампу и посмотреть начинку. Так как данная ультрафиолетовая лампа немного автоматизирована, у нее есть фотоэлемент и светодиод, инфракрасный, который передает нам сюда сигнал. Данные элементы подключаются через четырехконтактный разъем. Подключается он сюда к общей основной плате. Давайте, наверное, ее тоже попробуем открутить. В отличие от инфракрасного светодиода и фотоэлемента, обычные светодиоды ультрафиолетовые у нас здесь подключены напрямую, припаяны к плате. Основным элементом этой схемы является микросхема LT160524. Ключ для включения светодиодов выполнен на мощном транзисторе UD6004. Для запуска используется микрокнопка и два светодиода. Что интересно, то это SMD светодиоды обычного белого свечения. Снова я запитал нашу лампу от штатного блока питания. Проверяем светодиоды, как они горят. Напряжение на входе около 13 вольт. На диоде, в котором я думал, что это стабилитрон, также 13 вольт. А рядом черный, который и был подписан как ZD1, у нас 5 вольт. Интересная особенность, что электроника, точнее мозги этой платы питаются от 5 вольт, в то время как все светодиоды у нас запитаны по сети 12 вольт. От старой проверенной лампы, которой я до этого пользовался, возьму ее проводок, который с одной стороны включается в сеть 5 вольт USB, а с другой стороны также подает напряжение. Так как штекера питания наших ламп старой и новой совершенно одинаковые, то можно будет их поменять. В качестве источника питания у меня будет повербанка, которая выдает 2 ампера. На камеру это незаметно, но светодиод на самом деле очень сильно пульсирует. Также он переключает, вроде как работает, все-таки начинка это 5 вольтовая, но светодиоды здесь не горят. И снова я возвращаю штатное 12 вольтовое питание. И сейчас меня интересует следующий вопрос, как сильно будут разогреваться эти светодиоды, если пользоваться ей все время. Итак, я запускаю наши светодиоды на 60 секунд и буду постоянно их обновлять, чтобы наши радиаторы нагревались как можно сильнее. Здесь разместил секундомер, на самом деле здесь показания не очень точные. Во-первых, конечно же есть небольшие паузы, а во-вторых, поставил я ее не сразу. Где-то они еще до этого минутку поработали, поэтому можно к этому времени смело еще одну минуту накрутить. Две минуты беспрерывной работы, 55 градусов, на маленьком радиаторе 55 градусов, на большом радиаторе 63 градуса. Данный тест не очень актуален, так как данные радиаторы еще должны находиться в закрытом пространстве, что в данном случае не так. И здесь идет лучше теплоотдача через воздух. Лампа проработала 4 минуты, но мы еще добавляем нашу минуту, для его 5 минут. Через 5 минут мы с вами получаем 60 градусов на этом радиаторе, на маленьком у нас получается около 60-62 и на самом крайнем температура скотчет аж до 60-70-73 градусов. Итак, последний раз запуская наши светодиоды на еще одну минуту, проверяем температуру 63 градуса, на маленьком 64 градуса, 73 градуса. Температура практически стабилизировалась, но еще раз напоминаю, что у нас здесь открытое пространство и больше 6-7 минут на такой лампе я бы греть не стал. Все-таки светодиоды наши нагрелись, не критично конечно, некоторые светодиоды например разогреваются и до 100 градусов, а здесь всего лишь 60-70 градусов. Далее мы с вами охлаждаем наши радиаторы. Ровно минуту остывали наши радиаторы, теперь пробуем снова их замерить. 52 градуса, 56 градусов, 56 градусов. Подождем еще одну минутку. Итак, у нас прошло ровно 2 минуты, снова делаем такие же замеры. 45 градусов, 50 градусов, 46 градусов. После чего я могу дать свои рекомендации. Продолжительность время работы без перерыва до 5 минут, после чего нужно дать охладиться минуты 2. Конечно, каждый может использовать данную ультрафиолетовую лампу по-своему, но обещанный в срок в 50 тысяч как-то очень уж сомнителен. И теперь нам осталось подвести итоги. Данная лампа нами уже проверена и до этого мы снимали видео, где мы делали ей шелак. Как всегда ссылочку вам оставляю здесь. И практика показала, что данной лампы хватает даже на 15 секунд. Я уж молчу про 30 и 60 секунд, которые включены здесь. А также хочу вам показать результат, который мы получили. Это целых 3 недели. Ногти уже отросли. Сегодня мы их, конечно, переделаем, а вам показываем, как это выглядит на практике. Что касается технической части, обещанные 24 ватта можно считать действительными. Да, действительно потребляет она около того, 22,5 ватта. Данная лампа идеально подойдет для работы, а также для домашнего использования. Как всегда ссылочку вам оставляю в описании. И также этот продавец, я еще раз напоминаю, оставил переходник под наши розетки. А на этом наше видео я считаю завершенным. Вы, пожалуйста, не забывайте оценивать наше видео. Если понравилось, обязательно ставьте пальчик вверх. Не забывайте подписываться на наш канал, если еще не успели это сделать. До новых встреч. С вами был Кирилл. Пока-пока. Продолжение следует...